В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Защита гостайной информации, сотрудник атомоохраны, участник конкурса «Человек-года Росатом». Бизнес-игры и мастер-классы по экономике саровские школьники приняли участие в Дне финансовой грамотности. В будущей эпиле в нашем городе стартовал чемпионат по футболу среди воспитанников детских садов. Далее расскажем обо всем подробно. Неуправляемая ватрушка. С начала года в стране погибли несколько любителей кататься с горки на сноутюбингах. Десятки получили травмы. В связи с тем, что подобных трагических случаев в разных регионах довольно много, специалисты призывают людей соблюдать правила катания на тюбингах. Где в Сарое можно покататься с горки на ватрушке и как это сделать правильно, выясняла наша съемочная группа. Само по себе катание с горки благотворно влияет на здоровье человека. Поднимаясь в гору, он испытывает полезные кардионагрузки, тонизирует большое количество мышц и развивает координацию. Чтобы пользы от катания на тюбингах было еще больше, нужно соблюдать технику безопасности при спуске. Правила простые. Садиться только по одному, не связывать ватрушки, крепко держаться за ручки. Особенность сноутюбингов или как их еще называют в народе ватрушек в том, что на большой скорости ими совершенно невозможно управлять. Нижняя сторона совершенно гладкая. Здесь нет выемок и полозья, с помощью которых можно было бы изменить траекторию движения. Затормозить на ней тоже не получится. С закажущейся мягкостью и упругостью скрывается опасность. При движении с горы тюбинг может развивать скорость до 40 км в час. Любая неровность на склоне станет трамплином, который может отбросить человека, тем более ребенка, в сторону. Первым делом осмотрите склон. Не поленитесь и спуститесь вниз. Сверху все неровности сливаются и становятся незаметны. Приготовившись к спуску, убедитесь, что дорожка свободна. Сотрясение мозга, рваные раны, перелом позвоночника к таким последствиям могут привести к катанию с горок на ватрушках в необорудованных для этого местах. Для катания детей лучше использовать пологие склоны и ни в коем случае не продавать ускорение тюбингу, толкая его вниз. Катание на этих ватрушках, они, конечно, достаточно опасны. И человек, когда принимает решение сам прокатиться, а еще и с ребенком, здесь как бы он должен понимать, что травмы бывают достаточно тяжелые. Это начинает черепно-мозговые травмы. Такие ситуации в нашем городе происходили. Эти и другие повреждения чаще всего получают в результате столкновений с деревьями и во время катания на стихийных неподготовленных снежных горках. Их лучше обходить стороной и кататься только на подготовленных трассах. За состоянием горки на лыжной базе постоянно следят специалисты. По возможности, конечно, укатываем ее бураном. То есть, если в прошлом году, когда большое количество снега, мы могли укатывать ее ретраком, выравнивать все бугры неровности, то на сегодняшний день пока это только бураны. То и очень-очень аккуратно, в связи с тем, что горка ледяная. Также на этой неделе будут сделаны ступеньки, чтобы облегчить подъем на горку. Также на лыжной базе установили специальные щиты с памятками о правилах поведения на горке. Прежде чем решить пойти кататься на надувной ватрушке, необходимо серьезно отнестись к выбору трассы. Помните, спуск на сноутюбинке с неподготовленных горок может привести к серьезным последствиям. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Семь лет на страже гостайны в феврале 2013 года на базе межрегионального управления ведомственной охраны номер 3 было создано подразделение по охране грузов. За это время сотрудники группы своим профессионализмом и особым отношением к выполнению служебных задач вывели подразделение в ряды лучших в структуре атомоохраны. Один из охранников группы защищает честь города и управления в отраслевом конкурсе «Человек года». В их работе важно все. Любая оплошность может стоить жизни. Поэтому во время теоретических и практических занятий сотрудники группы охраны грузов максимально сосредоточены. Полученные в аудиториях знания они применяют на практике во время длительных командировок по сопровождению спецгрузов. Подразделение специфичное. Оно выполняет различные задачи, непосредственно связанные с охраной грузов при их транспортировке. То есть комплектуются эти подразделения непосредственно теми работниками, которые наиболее, как говорится, лучше зарекомендовали себя, показали свои, как говорится, знания, способности, умения и навыки работать в отрыве от пункта дислокации. Подразделение по охране грузов было образовано на базе Саровского отделения атомоохраны в феврале 2013 года. С момента создания в нем работает Антон Симуков. В прошлом году руководство приняло решение выдвинуть его на конкурс «Человек года Росатома». В отраслевой программе участвуют 36 организаций госкорпорации. Антон будет представлять Саров в номинации защиты густайной информации. Это человек, который способен выполнять задачи, возглавляя караулы отдельной наряды, при выполнении различных задач на различных видах транспорта. Это действительно успешно. Чтобы качественно выполнять служебные задачи, нужна хорошая теоретическая подготовка. Помимо умения метко стрелять, знаний нормативно-правовых документов, каждый из сотрудников должен быть предельно внимательным, собранным, готовым в любой момент взять ситуацию под контроль. Как говорит Антон, этими качествами обладают все его коллеги, и в командировках с этим трудностей не возникает. Самое сложное то, что от семьи далеко находишься, и не имеешь возможности домой прийти, жену обнять, с ребенком поиграть. Скучаешь по ней. Командировки бывают очень длинными. Приходится преодолевать расстояние в несколько тысяч километров. Но как бы далеко не был пункт назначения, главная задача – доставить груз в целости и сохранности. Льготные категории граждан могут получить бесплатную юридическую помощь в виде консультации, составления жалоб, адвокатских запросов, исковых заявлений, защиты в судах. Об этом напоминает отдел социальной политики. Поддержку предоставляет адвокатская консультация номер 33 Межреспубликанской коллегии адвокатов. Прием осуществляется по адресу улица Пионерская, дом 20А. Запись по телефону 7-98-88. При себе необходимо иметь соответствующее письменное заявление, паспорт и документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории граждан. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Департамент архитектуры и градостроительства приглашает всех желающих принять участие в обсуждении концепции благоустройства «Левого берега реки Сатис» на участке от моста на улице строителя Захарова до Маслихинского моста. Там планируют сделать прогулочный маршрут с детской игровой площадкой, площадку для занятий воркаутом, зону отдыха на песке, зону пикников, а также реконструировать лестницу. Всего на эти цели потратят 30 миллионов рублей. Благоустройство выполнят в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды. Встреча пройдет в библиотеке имени Маяковского 18 февраля. Начало в 17.30. Саровчанам предлагают горячие бесплатные путевки для детей. Как сообщили в КБ номер 50, ребят готовы принять в медицинском центре Клязьма. Он работает по кардиологическому профилю, а также оказывает помощь детям с заболеваниями вегетососудистой системой и часто болеющим ребятам. Для оформления путевок необходимо обращаться к заведующим отделениями детской поликлиники по месту жительства или по телефону 90570. Саровчан приглашает принять участие в открытом кубке города по ловле на мормышку со льда. Он пройдет 24 февраля на пруду Вознесенском в одноименном селе Нижегородской области. Приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. Более подробной информации можно узнать на официальной странице Саровской Федерации Рыболовного Спорта ВКонтакте. Проявить себя в сфере экономических отношений, погрузиться в рынок ценных бумаг и процесс управления собственным бизнесом со школьной скамьи. Во Дворце детского творчества прошел день финансовой грамотности для старшеклассников города. Ребята прослушали лекции от опытных финансистов, а также приняли участие в региональном этапе чемпионата, организованном Министерством финансов России. Что такое инфляция? Почему потребительские корзины у всех разные? Нужно ли планировать семейный бюджет? Дискуссии на эти совсем не детские темы развернулись во Дворце детского творчества. Там прошел чемпионат по финансовой грамотности. На целый день школьники погрузились в сферу денежных отношений. Они решали задачи и проводили коммуникационные бои. Чем хорош данный формат, что мы развиваем не только профессиональные компетенции в области финансов, но и так называемые soft skills, это коммуникация, взаимодействие. В этом году в чемпионате по финансовой грамотности участвуют старшеклассники из 15 регионов страны. Нижегородская область впервые присоединилась к этому федеральному проекту. В нашем регионе он проводится в трех городах – Нижнем Новгороде, Павлове и Сарове. Почему мы выбрали именно эти площадки? Потому что здесь очень интересные ребята, ребята, которые показывают себя. Мы периодически смотрим на результаты ЕГЭ, мы видим отличные результаты. Ребята разносторонне развитые. И я уверена, что им интересно все, что связано с финансовой грамотностью. Для проведения муниципального этапа в Саров приехала многочисленная команда экспертов. В него вошли преподаватели и студенты старших курсов высшей школы экономики. Они оценивали правильность выполнения заданий. Во-первых, насколько компетентны и профессионально ребята свою отстояли позицию. Во-вторых, насколько они могут взаимодействовать друг с другом. И в данном случае тут нужны не только как раз именно финансовые навыки, финансовые знания, но тут нужна очень сильно компетенция по коммуникации. В муниципальном этапе чемпионата приняли участие более ста старшеклассников. Победители конкурса будут представлять наш город на региональном уровне. Там у них будет возможность побороться за выход в финал, который состоится этим летом на базе детского лагеря Арлененко. Елена Грязкова, Евгений Швецов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам. Именно под таким девизом ежегодно в нашей стране проходит лесной конкурс «Подрост». Его цель – оценить работу детских объединений, ведущих учебно-исследовательскую и эколого-просветительскую деятельность. В этом году воспитанники станции юных натуралистов заняли все призовые места в номинации «Экология лесных животных» на региональном этапе. И теперь готовятся ко всероссийскому. О научных работах юных саровчан расскажем в следующем репортаже. На станции юных натуралистов Анастасия Китина занимается с первого класса. Сюда девушка пришла не случайно. Здесь работает целая династия Китинах. Настя с детства наблюдала, как ее мама и бабушка прививают детям любовь к природе. Именно тогда она поняла, что хочет пойти по стопам родственников и создавать собственные проекты. Сегодня за плечами Насти более десяти работ. Одна из таких – проречных бобров в Темниковском районе, которая и заняла первое место на региональном этапе конкурса в номинации «Экология лесных животных». «Благодаря этой работе можно определить количество бобров, находящихся там. И поскольку после пожаров этого никто не изучал, и мы решили то, чтобы возобновить». Проект «Популяция бобров» на территории Затосоров Евгения Сусарева на конкурсе занял третье место. Работать над ним молодой человек начал два года назад. Главная задача – изучение рациона млекопитающего на территории нашего города. Меня заинтересовала эта работа, так как Мордовский государственный заповедник проводил исследование именно этого животного с 1989 по 2005 год. Соответственно, после 2005 года работы по изучению бобра не проводились, поэтому я решил заняться этой работой. Всего на конкурс было представлено 43 работы в четырех номинациях «Экология лесных животных», «Растения и проектная природоохранная деятельность» и «Школьное лесничество в условиях современного образования». Цель конкурса – повысить интерес обучающихся образовательных организаций в области рационального природопользования. Данный конкурс, он был заочный, то есть мы приготовили наши проекты, исследования, мы их оформили, эти научные работы, мы записали на диски и предоставили их членам жюри. Оценивали данные работы и ведущие специалисты вузов Нижегородской области, также департамент лесного хозяйства, союз лесовладельцев даже там присутствовал членам жюри, и по итогам этого отбора мы стали призерами. Также в конкурсе в номинации «Экология лесных животных» второе место заняла Злата Гончарова, а в номинации «Экология лесных растений» второе и третье места получили Анна Корочкина и Елена Малокина. Работы победителей и призеров будут направлены на всероссийский этап конкурс «Подрост в Москву». Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В нашем городе проходит чемпионат по футболу «5 плюс» для воспитанников детских садов. В этом году за золотой, серебряные и бронзовые кубки борется 21 команда. Уже с первых дней соревнований в зале стадионные карки пятна стоящей спортивной страсти. Юные футболисты демонстрируют, как освоили технику игры и научились действовать в команде. На одном из матчей побывала наша съемочная группа. Чемпионат по футболу среди дошкольников проходит в нашем городе третий год подряд. С каждым разом в соревнованиях принимают участие все больше детских садов. В одном из матчей чемпионата встретились воспитанники 37-го и 35-го садов. Им предстояло побороться за выход в финал в своей подгруппе. Куда, кидай, кидай! Куда, кидай, кидай! На поле разворачивалась нешуточная борьба. Каждая команда старалась принести своему саду как можно больше очков. Удача улыбнулась воспитанникам 35-го детского сада. Динамичные атаки и точные передачи помогли им обыграть соперников со счетом 3-0. Мне понравилось и мы выиграли первое место. Мне это больше всего понравилось. Мы еще будем стараться и будем выигрывать еще первое место. Воспитанников детского сада номер 37 проигрыш расстроил. Но малыши не собираются так просто сдаваться. У них еще есть шанс побороться за призовое место. Я хочу бороться дальше, пока не займу хотя бы на первое место в футболе. За заветные кубки в этом году поборется 21 команда. В каждой по 6 человек. 5 основных, 1 запасной. Всех разделили на 7 подгрупп. Юным спортсменам предстоит сыграть в круг. Чемпионат очень полюбился. У нас с удовольствием ребята участвуют. Большое спасибо Куликову Анатолию, который всю техническую сторону берет на себя. И судейство, и жеребьевку, и составление графика. Соревнования продлятся до 18 февраля. По итогам чемпионата участники получат дипломы и памятные подарки. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.